я все-таки сразу и смотри я все я одинаково то есть я один раз открыл рот на я и не меняю больше ничего еще раз поставь пальцы чем между зубами проверь какое у тебя должно быть вообще расстояние меньше у тебя сейчас открой как это был без пальцев открой не это у тебя там пальцы не уместится еще голову назад оттяни вот так держи голову так открывай вот примерно нет это уже много больше не надо вот так примерно еще чуть и вот часто открыла но у тебя смотрю у тебя губы очень ленивые они тебя так просто открылись они должны открываться как будто ты сопротивляешься чему-то от открыл их просто без сопротивления просто лениво открыл открой так твердо не поджимая ничего не поджимая наоборот твои зубки должны быть видны зубки должны быть видны вот тут вот поднимаем смотри вот тут поднимаем вот так запомни это ощущение в мышцах вот такое чтобы тебя зубки были видны рот открывай потому что когда у тебя зубки видны ты начинаешь закрывать внизу зубки нижние тоже открой так так сильно сильно не тяни сильно не натягивать просто открыл чтобы зубки были видны значит когда открываешь рот и все время вытягиваешь переднюю губу не вылезай вперед давай держи открывай сейчас открываешь вот так так держи вот смотри самое нормальное положение где у верхние зубки немножко видны нижних не очень видно а чё ты губки не смазываешь перед тем как выходить на улицу не смазываешь их гигиенической помадой смотри у тебя сейчас мы начнем рот пошире открывать и получится что у тебя все губы сейчас порвутся я вам всегда говорю что особенно с улицы с мороза 9 нужно обязательно лицо кремчиком смазывай давай палец мизинчик намазывай губы верхний намазывай иначе кожа растягивается все трескается потом все в болячках в корочках лицо будет и губы зачем нам вокалистам уметь такие тоже надо я бы тебе салфетку буду все пошли открывая рот одинаково я нет настенька не вытягивай вперед пожалуйста челюсть не вытягивать держи ты чувствуешь сопротивление какое вот я тебя придерживаю пальцем ты чувствуешь как ты сопротивляешься мне как будто я тебе сейчас пальцем продавить все могу на самом деле я до тебе не продавлю вы это ты сопротивляешься эти просто лицо держу а ты сопротивляешься так что там нет ничего не Настенька, вот это место у тебя вываливается вперед? Неправильно. Поехали. Я открываю. Зубки, зубки где? Зубки вынь вперед. Ты их спрятал почему-то. Поехали. Я. Настя, не тяни вперед голову. Ты все время вытягиваешь голову вперед. Чем звук выше, тем ты начинаешь вытягивать звук. Голову тянуть. Пошли. Я. Не тяни. Вот смотри. Тебе ж ведь больно будет. Ты сама сопротивляешься моему пальцу. Ты сама на него нажимаешь. Я тебя держу, чтобы у тебя лицо не двигалось. А ты прямо через силу меня же выталкиваешь. Нет. Тебе надо научиться наоборот держать лицо, чтобы пальцу моему не сопротивляться. Он стоит ограничитель тут. Я тебя так придерживаю легонько. Придерживаю, чтобы у тебя лицо не выходило вперед. Поехали. Я. Потому что еще плюс ко всему, когда ты начинаешь вытягивать лицо вперед, у тебя напрягается вся шея, просто вот все-все вжилки какие-то можно почувствовать, они все у тебя напрягаются. И тогда пение становится дискомфортным, потому что оно натягивает все мышцы. А пение всегда должно быть сопрично с комфортом. Усилие-то, конечно, не такой же дискомфорт. Пошли. Я. Зубки покажи верхние. Вот-вот сейчас хорошо их приоткрыла. Сделай так. Да? Ой, отлично приоткрыла. Пошли. Я. Носинька, носинька, верхушка. Мы за счет того, что звук отправляем вот сюда, за счет того, что у нас используется вот тут резонатор, вот тут резонатор, звук сюда поступает, и тогда он приобретает вот эту высокую окраску. Но только ни в коем случае мы не голову тянем. Голова у нас вообще стоит на месте, она у нас не шевелится. Поехали. Да, сейчас ты, сейчас ты, по крайней мере, не сопротивляешься, держишь максимально лицо в одном положении, это правильно. Давай дальше опять, я придерживаю. Давай. Дальше. Я. Вот, ты посылаешь звук в правильное место. Я. Дан-дали-дан, дали-дан, 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 дали-дан. Поехали. Дан-дали-дан, дали-дан, дали-дан, дали-дан. Смотри. Почему? Вставать надо раньше. А, ты поздно встала, да? То есть голос у тебя еще не проснулся. Но это во-первых. Во-вторых, нам обязательно нужно сделать малюсенький-малюсенький такой зевочек в горле, иначе, если мы его не сделаем, у нас будет хрипеть. И третья причина, третья причина, это недостаточная работа живота. Пошли. Док. Ну, поехали. Дан-дали-дан, дали-дан, 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 дали-дан. Потому что, если ты понимаешь, что у тебя на верхушке голос еще спит, нужно чуточку-чуточку его вот тут вот сделать, вот уколчик такой, чтобы верхушка была с иголочкой. Не просто ты его тянула, а чтобы она была с иголочкой. Дан-дали-дан, дали-дан, дали-дан, дали-дан. Поехали. Дан-дали-дан, дали-дан, 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 дали-дан. Старайся не хрипеть. Дальше. Не тяни лицо. Сейчас лицо держишь хорошо. Горло плотно сжато. Просто у тебя плотно сжато. Ты сейчас поешь глоткой. Тебе нужно капельку-капельку сделать маленький зевочек. Чуточку-чуточку в этом месте. Фактически мы опускаем корень языка. В этом месте у нас должно быть чуточку-чуточку расширения. По ощущениям, это место чуть выходит вперед. Тогда у нас корень языка не в ширину раздвигается шея, а именно чуть выходит вперед. И тогда... Я вижу, что ты сейчас пытаешься сделать. Маленький такой полузевочек, чтобы расстояние в горле выпускало звук. Поехали. Дан. Дан-дали-дан-дан. Нет, округли все-таки. Дан-дали-дан-дали-дан-дали-дан-дали-дан-дали-дан. Иначе звук не имеет у тебя такой, знаешь, округленности какой-то. Плосковат звучит. Поднимаем еще плюс ко всему мягкое небо. Ты понимаешь, где мягкое небо? Ну, вот я тебе рассказываю. Ты, пожалуйста, сейчас языком проводи. Зубы передние. Дальше. Назад веди горло языком. Это у нас жесткое небо. А вот там внутри мягкое небо, на которое у нас прикрепляется маленький язычок. Ты его там знаешь, где язычок? Малюсенький там сзади висит. Вот этот язычок как раз крепится к мягкому небу. Это мягкое небо надо капельку приподнять. И тогда звук поменяет окраску. То есть получается, что мы капельку опускаем в корень языка, капельку поднимаем в мягкое небо, и получается в горле у нас ощущение, что мы там что-то такое, знаешь, проглотили, и она у нас застряла. Знаешь, как клубнику. Представляешь ее по размеру, клубнику? Вот она застряла, мы никак там не можем ее проглотить. Но это только по ощущению. Поехали. То есть мы делаем чуть за счет того, что мы поднимаем мягкое небо. У нас звук такой. Сейчас ты много подняла. Это видно по губам. Да, я в рот тебе не могу заглянуть, но по губам видно, насколько ты челюсть отодвинула. Поехали. Вот тогда получится звук округленный. Поехали. Вытягиваем. Пошли. Старайся послать звук туда на это мягкое небо, чтобы он у нас не хрипел. Дальше. Далее. И не больно тебя держу? Да нет. Нормально? Ну, ты сейчас стараешься лицо держать прямо, и оно не сопротивляется. Поэтому и не больно. Только, правда, у меня теперь спина болит. Ну, зайка моя, спина у тебя в напряжении, все правильно. Ты же сейчас без корсета стоишь. А у тебя мышцы привыкли только с корсетом вместе держаться. У тебя еще недостаточно мышечный корсет такой. Уже хорошо, что ты перестала горбиться, что ты стала стоять ровно, и мышцы у тебя еще пока правильно болят. Потому что у тебя не до конца сформировался мышечный корсет именно в таком положении. Ты же привыкла согнутой все время ходить, да? А то, что ты сейчас стоишь на занятии ровно, с ровной спинкой, это просто прекрасное достижение, замечательно, что ты стала уже стоять совершенно по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok